МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семейный подряд. Предприниматель вел незаконный бизнес вместе с родственниками. Полицейские изъяли около 120 тысяч пачек сигарет различных наименований. Семейная викторина в детском саду «Ласточка». Читательский опыт закладывается в детстве, поэтому важно развивать интерес к слушанию и чтению литературных произведений, начиная с раннего возраста. Об этих новостях и не только подробнее. На Смоленщине возможны изменения действующих норм социальной поддержки. Этот вопрос обсуждался на совещании в Москве с губернатором области Алексеем Островским. Нововведения возможно коснуться материнского капитала. Министерством труда рекомендовано регионам рассмотреть вопрос о возвращении на прежний уровень размера регионального материнского капитала. Это делается для улучшения демографической ситуации в стране. Губернатор поручил оценить эффективность этой меры поддержки. Повысить рождаемость поможет также лечение бесплодия и снижение числа абортов. Губернатор дал поручение найти практические пути решения поднятых проблем и при необходимости пересмотреть проект бюджета на следующий год. Земля продолжает хранить останки воинов и боевых машин, которые погибли в сражениях Великой Отечественной войны. А дать дань памяти героям и увековечить их имена в истории – задача настоящих патриотов. Такая миссия была и у отряда «За Родину» при очередной поисковой операции. Поисковый отряд «За Родину» пробирается почаще смоленских лесов. Эти места – немые свидетели событий Великой Отечественной войны. Кажется, это нескончаемый пласт трагической истории нашей Родины. Истории, в которой не должно быть белых пятен. По сообщениям товарищей, которые занимаются поиском, нам указали место, предположительно, где упал самолет. В 20 километрах от Десногорска оборвалась жизнь одного из советских бойцов. Аварийная посадка для летчика и боевой машины оказалась смертельной. Это место, куда спланировал или упал самолет. Вот это яма. То есть самолет заходил на посадку и в каком состоянии он воткнулся в землю, просто спланировал, разбился деревья. Имя летчика и модель самолета пока неизвестны. Удар в землю был такой силы, что осколки разлетелись в радиусе более 200 метров. Мелкие детали находят при помощи металлоискателей, извлекая их из многолетнего слоя земли. Мы попытаемся в дальнейшем более тщательно обследовать это место. Может быть, попадется какая-то бирка или номер двигателя. Участники отряда надеются, что по найденным артефактам удастся восстановить всю картину трагического события. Детали самолета или личные вещи помогут узнать имя летчика, отыскать родных и сообщить, что пилот ушел из жизни, сражаясь за свободу своей родины. Я думаю, что это долг отдать своей родине, находить бойцов. Пока найдены лишь осколки бензобака заводским текстом на русском языке. Как и предполагалось, это самолет военно-воздушных сил Красной Армии. Дальнейшие поиски будут продолжены. Участники поискового отряда, как и бойцы Красной Армии, руководствуются слоганом «Ни шагу назад». По мнению экспертов из подноскованного Осколково, уже к 2030 году 57 существующих ныне профессий канут в небытие. Окажутся попросту ненужными те, кто занят в работе, не требующие никакой квалификации. В первую очередь это продавцы, охранники и водители. А в России это 15 миллионов человек. В качестве примера приводят сокращение банковских работников и продавцов, вместо которых в магазинах появляются кассы самообслуживания. Но есть и те, кого предстоящая революция точно не коснется. Это работники сферы образования и здравоохранения, а также специалисты, частью работы которых является способность к эмпатии. Немаркированная табачная продукция на 5 миллионов рублей. Такой товар изъяли смоленские полицейские при проведении оперативных мероприятий. Подробности далее. Табачная продукция не только вредит здоровью. В некоторых случаях она может привести и к реальному тюремному сроку. Предприниматель вместе с членами своей семьи организовал поставку и продажу нелегальной табачной продукции. Сигареты привозились из-за границы, минуя легальные способы провоза таких товаров. В Смоленской области подозреваемые арендовали киоски и продавали нелегальный товар оптом и в розницу. Их деятельность привлекла внимание бдительных граждан. Благодаря поступившей информации полицейские провели проверку торговых помещений. Полицейские изъяли около 120 тысяч пачек сигарет различных наименований. Установлено, что рыночная стоимость данных табачных изделий на внутреннем рынке Российской Федерации составляет около 5 миллионов рублей. Наказание за такой незаконный бизнес предусмотрено Уголовным кодексом Российской Федерации. За производство, приобретение, хранение, перевозку или сбыт продукции без маркировки предусмотрено лишение свободы на срок до 6 лет, а также штраф до 1 миллиона рублей. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Десна ТВ Министерство здравоохранения приводит пугающую статистику по заболеваемости ВИЧ. Число носителей смертельного вируса в стране резко возросло. Количество пациентов со впервые установленным диагнозом ВИЧ-инфекция за 10 лет увеличилось почти в полтора раза. В одном лишь в 2018 году ВИЧ выявили почти у 86 тысяч человек. Всего в России зарегистрировано 896 тысяч ВИЧ положительных. Кроме этого, отмечена повышенная смертность от заболевания. Причина этому в том числе – проблема с лекарствами. 1 августа стало известно, что ситуация с закупками препаратов против ВИЧ в России оказалась близка к критической. Производители отказываются участвовать в госзакупках медикаментов из-за невыгодных условий, которые выдвигают заказчики. Сейчас диагноз ВИЧ поставлен более чем у трех тысяч смолян. От него уже умерло свыше 800 жителей региона. По состоянию на 1 августа в Смоленской области зарегистрировано 3732 пожара. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области. В МЧС уточнили, что чаще всего от огненной стихии страдали здания жилого сектора. Зафиксировано 563 пожара. Из них 320 в жилых домах и 27 на дачных участках. 90 раз горели транспортные средства. При этом наибольшее число пожаров произошло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и печей. Прямой ущерб от пожаров составил более 6 миллионов рублей. Пожарными было спасено материальных ценностей на сумму свыше 30 миллионов рублей. 7 августа ребята из детского сада «Ласточка» вместе со своими родителями поучаствовали в литературной викторине знатоки русского языка. Дети не просто проверили свои знания, но и приняли самый настоящий вызов для своей памяти и эрудиции. Подробности далее. Русский язык – богатство и гордость нашего народа. Он по праву считается одним из самых певучих и многогранных языков земного шара. Однако сегодня наша страна сталкивается с проблемой сохранения русского языка. И очень важно с самого раннего возраста сформировать бережное отношение к речи. Понимая это, воспитатели детского сада «Ласточка» проводят для своих воспитанников литературные праздники. Читательский опыт закладывается в детстве, поэтому важно развивать интерес к слушанию и чтению литературных произведений, начиная с раннего возраста. Семейным командам были предложены несколько разнообразных заданий. Взрослые совместно со своими детьми с большим удовольствием участвовали в конкурсах, которые не только развивали интерес к русскому языку, но и обогащали словарный запас, способствовали развитию памяти, логического мышления, наблюдательности. Хочу выразить огромную благодарность организаторам этого праздника. Это был замечательный праздник, и такие подобные мероприятия создают положительную эмоциональную атмосферу общения детей с их близкими людьми. Это и друзья, и их родители. Способствуют развитию у детей интереса книги, делают чтение интересным для детей. После окончания мероприятия жюри, подсчитав очки в разных номинациях, вручили лучшим семьям грамоты и подарки. Виталий Волков, Григорий Шилин, Александр Ерофеев, Гесна ТВ. Вкусная карта России. Культурно-туристический межрегиональный проект, который направлен на развитие и продвижение достопримечательностей регионов. Основу самой карты составляют уникальные блюда и рецепты, зародившиеся или созданные на территории регионов нашей страны. В проект вошли необычные блюда, которые ярко характеризуют местную кухню и гастрономические бренды Смоленщины. Ими стали печатный медовый вяземский пряник, возрожденный по архивам 18 века рецепт смоленских конфект, талалуй, блюда смоленской кухни из картофеля с льняным маслом и семенами льна, а также традиционные велишские блины с припеком. Как отмечает автор проекта «Вкусная карта России» Алексей Козловский, Смоленская область стала самым представленным регионом проекта. В студии работал Олег Соловьев. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok